Всем привет! Это Антон Долин и Радио Долин из Нью-Йорка. Мы находимся в Брайан Парке ровно между Днем Благодарения и грядущим Рождеством. И сегодня выпуск новинок проката я проведу отсюда. Так вышло, что я в Америке. И поэтому здесь со мной нет моего спутника по этой рубрике Корги Ларса. Я по нему очень скучаю. Надеюсь, он в это время скучает по мне. Несмотря на это, приступим. Первый эфир в сегодняшнем выпуске. Купе номер 6. Долгожданная картина. Мировая премьера состоялась на Каннском фестивале летом. Но сейчас, наконец-то, после показа эмоциональной премьеры на кинотавре в Сочи, начинается прокат у нас. Это финский фильм режиссера Юха Куасманина, который от Финляндии выдвинут на сыскание Оскара. Также это фильм, который в Каннах получил гран-при. Это второе по значимости место после «Золотой паровый ветвь». То есть это очень важный фильм. Юха Куасманин автор картины «Счастливый день из жизни» Оли Мяки, которая уже получала приз, особый взгляд там же в Каннах. Какое же все это имеет отношение к нам? Это самое прямое. Этот фильм отчасти и российский тоже. И даже не отчасти, а больше чем наполовину. Хотя режиссер Юха Куасманин Финн, как и его замечательная героиня, как и создательница романа, по которому поставлена эта картина. Фильм снимался в России. Действие происходит в России. Во второй главной роли Юра Борисов, которого вы все, конечно, знаете. Ну и, наконец, это русский язык. Это история путешествия молодой исследовательницы, студентки, практикантки из Финляндии, которая учится и занимается своими исследованиями в Москве. Ее путешествие на север России, на поезде в Мурманск со случайным попутчиком, потому что ее возлюбленная Ирина в последний момент отказалась с ней ехать. Одинокая, с разбитым сердцем девушка оказывается в купе с странным, грубым, говорящим, конечно, только по-русски, не знающим иных языков, русским парнем. Он сезонный рабочий. Он едет в Мурманск, чтобы работать на предприятии, и ему совершенно непонятно, зачем едет она. А она собирается любоваться знаменитыми мурманскими петроглифами. Люди из совершенно разного мира, оказавшиеся в одном купе. Казалось бы, напрашивается Ром Комб. Мирическая история любви. Но этот фильм не история любви, если не говорить о любви авторов этой картины к России. Они видят и показывают ее совершенно необычным образом. Это история взаимопонимания и просто встречи очень разных людей, которые, ведомые вот этим самым знаменитым эффектом случайного попутчика, вдруг находят друг в друге тепло. Наверное, можно сказать, что чем дальше на север, тем теплее эта картина. Я думаю, что это одна из самых больших удач российской студии СТВ. Это они, сопродюсеры фильма. Наталья Дрост, Сергей Сильянов. Хочется поздравить их. Ну и, конечно, Юру Борисова. На сегодняшний день главного российского артиста этого сезона. «Прошлая ночь в Сохо» Эдгара Райта. Одна из самых ожидаемых картин сезона «Кафе купе номер 6». Фильм, который сделал общий любимец друг Тарантино и других режиссеров-синефилов Эдгар Райт. Англичанин, который создал знаменитую трилогию «Кровь и мороженое». Зомби по имени Шон, типа «Крутые легавые» и «Армагедец». Он же сделал «Скотт Пилгрим против всех», «Малыш на драйве». И в этом году уже успел выпустить один фильм. Фильм «Братья Спаркс». И это была документальная картина, теперь игровая. Хоррор. Ретро-хоррор. Отчасти даже «Джалы». Это итальянская разновидность ретро-хоррора. В данном случае действие происходит в Лондоне. Хотя вот эти сверх-яркие тона, кровавый, неоновый свет. Все это, конечно, отсылает нас к картинам мастеров старого хоррора итальянского. Именно таких, как Даррио Арджента, например. И Эдгар Райт, он впервые делает хоррор и впервые делает картину о девушках и с девушками в главных ролях. Тамасин Маккензи, вы помните его по «Кролику Джоджо», играет студентку фэшн-колледжа Элоизу, приезжающую в Лондон и мечтающую перенестись в прошлое. Аня Тейлор Джой играет ее двойницу из того самого прошлого – Лондона 60-х. Молодую певичку, которая находит бойфренда и надеется найти свое счастье в карьере в Лондоне. А затем эти две женщины, молодые женщины, как будто видящие друг друга в отражении времен, они начинают сливаться воедино. А фильм превращается в расследование довольно-таки страшной судьбы этой самой сценки «Девушка из прошлого». Картина, к сожалению, подчинена двум противоречивым чувствам – любви к прошлому, обожанию к его саундтреку, к его моде, к его духу. И, с другой стороны, это попытка показать, что это было время мизогении, время патриархата, время угнетения женщин и их эксплуатации. И вот эта вот поучительная тема, которая вообще для хоррора очень неорганична. Рядом с любованием они вступают в такой конфликт, что ты совсем не понимаешь, чего хотел автор. Он влюблен в ту эпоху и в тот мир, который он показывает? Или на самом деле этот мир вызывает у него глубокое отвращение? В таком же недоумении выходят из зала и зрители. «Энканто» – семейная премьера этого уикенда. Это диснеевский полнометражный мультфильм. Не путать с Пиксаром. «Энканто» – это каска, как и, например, «Тайна Коко Пиксар». Но «Тайна Коко» была парадоксальным, пограничным произведением. «Энканто» – это типичный диснеев. Много музыки и песен. Много семейных ценностей. Ну и, конечно, привлечение самых разных современных идей в детскую анимацию и в семейное кино. В данном случае это идея своеобразного мексиканского матриархата. Мы имеем дело с семьей, главой которой является бабушка. И в основном там женщины. Мужчины туда пришли извне. Ну и, конечно, надо сказать, что в этом волшебном мире «Энканто», который отчасти напоминает, может быть, «100 лет одиночества» и «Макондо», деревню, придуманную Габриэлем Гарсием Маркесом, у каждого члена этого семейства есть свои волшебные свойства. Кроме главной героини, ей не досталось. Она не чрезмерно сильная, она не способна читать мысли, она не может внешне превращаться в кого-то другого. Она просто умная девушка в очках. Что будет с ней и во что выльется вот эта история паршивой овцы или белой вороны в некоем комьюнити? Это вы узнаете сами, не ждите чего-то поразительного, но хорошее, качественное голливудское развлечение вам гарантировано. Несомненно, лучший фильм этого уикенда. К сожалению или к счастью, многие из вас этот фильм уже видели, но не все видели его на большом экране. В оригинальном звуке с субтитрами «Мертвец» Джима Джармуши. Несомненный шедевр выдающегося американского независимого режиссера. Один из главных фильмов 90-х годов. Может быть лучшая роль Джонни Деппа. Он играет здесь бухгалтера, который путешествует на дикий запад, ведь это вестерн, точнее говоря антивестерн. И хочет получить там работу, но вместо работы получает пулю в грудь. С этой пулей он осуществляет метафизическое путешествие. Из стивилизации на природу. С этого света на тот свет. Это трагическая картина и в то же время очень забавная. И в ней фантастический саундтрек. Оригинальная музыка Нила Янга, сыгранная им на гитаре, симпровизированная в студии. Это картина, которая уже записана в истории мирового кино. И я надеюсь, что если вы не выберете ничего другого из общего репертуара, вы сходите на мертвеца, даже если смотрели его раньше. Этот фильм из тех, которые не грех пересмотреть. На этом со всеми прощаюсь. До следующей недели. Всем пока.